Приветствую вас. Я прочитал ваше сообщение, я прочитал ваше письмо, оно получилось большим. И вы знаете, ну, что можно здесь сказать? Пожалуй, основная проблема. Давайте так, я сначала отвечу вам на вопрос, который задаёте вы. Чтобы вы всё-таки получили то, что хотели изначально, да? А потом, я предупрежу вас об этом, я, ну, как бы сделаю паузу, чтобы вы могли выключить, например, аудиозапись. А если вам не интересно то, что я скажу потом. То есть у нас получится, так вот, две части моего ответа. Значит, первое. Ответ на ваш вопрос. Чего он хочет? Ваш молодой человек не может не чувствовать то значение, которое вы в него вкладываете. Которое вы ему придаёте значение, да? То есть вы для него, и он, точнее, для вас, противопрощения, он для вас, для вас, и, как вы сказали, мать, и лучший друг. И, в общем, ну, во всех отношениях это человек, который для вас много значит. И вот именно большое значение, его, вам, большое значение для вас, его, налагает также и ответственность. Большую ответственность. И мужчина, скорее всего, по вашему описанию, очень это явно, на мой взгляд, Мужчине просто-напросто, не то, что надоело. Знаете, надоело это не совсем правильно. Я бы сказал, что ему тяжело. Ему тяжело, что вы возлагаете на него такую ответственность. Ему тяжело, что вы заставляете чувствовать его кем-то большим, чем он есть на самом деле. То есть, условно говоря, мужчина хочет быть для вас просто мужчиной, да? А вы его, причем, если я правильно понял вас, вы без его спроса, без его, ну, не то, что ведомо, без его, наверное, такого согласия, Вы видите в нем, а значит, доставляете его быть кем? Вы доставляете его быть для вас кем-то другим. Это и друг, это и, может быть, родители, это и мама, это, в общем, ну, вот, все, что вы перечислили. А мужчине вполне вероятно, вполне возможно, мужчине это не нравится. Он не хочет играть такую роль. Ему не хочется быть для вас кем-то еще, кроме, собственно, мужчины. И поскольку подобную роль, подобную ответственность на него вы предлагаете, то, соответственно, мужчина от этого тяготится. Он тяготится тем, что от него требуется. Он не хочет этого давать, а вы этого от него требуете. И, соответственно, ему тяжело. Вполне вероятно, что те качества, которые вы хотели бы от него, ну, например, получать, те качества, которые вы хотели бы в нем видеть, которые стараетесь в нем видеть. Они затмевают для вашего мужчины чисто мужскую роль. То есть мужчиной слабым он себя не чувствует. Вот кем угодно другим чувствует, а мужчины нет. Мужчины не чувствуют. И из-за этого, соответственно, ему тяжело. Из-за этого он и тяготится отношениями с вагой. И если вы, ну, хотите, чтобы молодому человеку было хорошо, если вы хотите, чтобы ему было комфортно, если вы хотите, чтобы каждый занимал свою роль в отношениях, условно говоря, то тогда вам нужно смириться с тем, что ваш молодой человек хочет занимать только ту роль, которая его устраивает, которая ему нравится. А что-то другое его не устраивает, соответственно, ему это не нравится, не по душе, и это его тяготит. И его общение с девочками, я еще раз повторю, мы не берем здесь в расчет пока тот факт, что он может, например, вас там разлюбить или что-то еще. Об этом мы пока не говорим. Потому что, ну, это вариант, который, безусловно, может быть. Но мы пока его в расчет не берем. С девушками молодой человек общается потому, что как раз таки с ними он чувствует себя только мужчиной. с ними как раз таки он получает то, что ему нужно. Мы сказали, да, что ему нужно. И вот это как раз таки все и заставляет его, ну, вести себя так, как он себя ведет. И, соответственно, вам для изменения данной ситуации в свою пользу, если вы этого хотите, для возвращения молодого человека к вам, вам нужно снять с него те обязанности, те роли, которые вы на него вылагаете. Вам нужно перестать относиться к нему так, как вы видите его на данный момент, как вы видите его сейчас. Вам нужно позволить мужчине быть тобой. Вам нужно позволить мужчине быть тем, кем он является. А является он все-таки именно мужчиной в первую очередь. То есть не ваш друг, не ваш родитель, не ваша мама, как вы написали. А именно только лишь мужчина. И вот если вы сможете так его воспринимать, то отношения ваши сохранить вы сможете. если вы, соответственно, не сможете его так воспринимать, если не сможете отойти от этой позиции, тогда, боюсь, ситуация будет крайне печальной, потому что мужчине, мужчину так и так снова и снова будет напрягать. Тот факт, что вы постоянно пребываете от него чего-то, чего он дать вам, например, не готов. Не готов. Вот, собственно, то, что я хотел вам сказать. То есть это именно то, по какой причине мужчина вот не хочет, не может быть с вами на данный момент. И это, собственно говоря, то, чего мужчина хочет сейчас, в данный момент времени. Соответственно, если вас это волнует, если вам это интересно, если вас это беспокоит, я бы очень рекомендовал вам сменить свою позицию, сменить свою точку зрения и все-таки стараться относиться к нему, ну, по большому счету, побольше. Относиться к нему побольше именно как все-таки к мужчине. и меньше, как ко всем остальным. Подумайте, почему он общается с девочками другим. Ну, вот так, пока без того момента, что просто он вас не уважает, не любит и так далее. Ему что-то не хватает. А чего ему не хватает? Ну, вот, об этом я и говорил. Соответственно, если вы что-то подобное сделаете, соответственно, если вы что-то подобное совершите, поменяете свое отношение, поменяете свое отношение, делать это нужно, естественно, постепенно, и, видишь, постепенно, увидев, что вы независимы, мужчина может изменить к вам свое отношение. Значит, если вот вы это все сделаете, и он все равно не захочет с вами быть, значит, тогда ситуация, к сожалению, складывается следующее, что молодой человек, может, вас изначально не любил, не ценил. Ну, или, может быть, когда-то у него страсть была, но она прошла, и он с вами просто был принес. Да, это очень тяжело принимать тяжело, вот, принимать много, тем не менее. Вот, в принципе, то, что я хочу вам сказать по поводу вашего вопроса. Теперь мы переходим ко второй части, и, если вам не интересно, то вы можете не выключить, не слушать. Соответственно, если вам интересно, то вы можете послушать. Это полезно для вас. по поводу вашего поведения. Значит, вот вы пишете здесь о том, что он для меня больше, чем просто любимый, он знает, что он первый у меня в любом смысле, я ни с кем не встречался, никого так не любил никогда. он стал для меня и лучшим другом, и матерью. Почему вы на него перенесли под свою потребность в друзьях, в матери? Почему вы переносите на него социальную роль? Почему вы переносите на него свои потребности? Другие не связаны с отношениями между мужчиной и женщиной. Да, дружить с мужчиной мощно. И нужно. Но у меня сразу будет ощущение, что он для вас прям вот какой единственный друг, с которым вы вообще можете поговорить. что-то обсудить. И вот если это так, то это очень плохо. Получается, где-то у вас наблюдаются проблемы, где-то у вас у вас наблюдаются диссонансы. где-то у вас наблюдаются трудности. Вы эти трудности не решаете, а переносите на молодого человека. Тем самым процент, уровень ваших потребностей, которые вы реализуете через этого молодого человека явно превышают норму. Вообще говоря, потребностей быть вообще не должно, которые вы, вы, удовлетворяют через молодого человека. Кроме, пожалуй, потребностей секса, которые являются относительными, и кроме потребностей чувствовать себя для женщин. То есть, мужчина обязан давать вам ощущение, что вы женщина, что вы единственная, что он не делит себя ни с кем, кроме вас, да, и так далее. а в остальном все ваши потребности удовлетворяются самостоятельно. И вы, к сожалению, этого не делаете. Тем самым у вас возникает зависимость. зависимость. Вот это вот ваше, вы постоянно не можете уснуть, вы постоянно думаете о нем, захотите, чтобы отношения закончились так, сами приходили к нему, разговаривали с ним. Вот это все говорит о том, что у вас зависимость от него. И весь вопрос, почему это зависимость? Откуда она взялась? Ну вот, потому что вы пишите, можно сделать такой вывод, что это родительские отношения, мать, и это социальная позиция, ваш социальный род. Цельско-родительские отношения это всегда обидность, непонимание поведения родителей, комплексы, ложные понятия, невозможно посмотреть на родителя с человеческой позиции, то есть, рассмотрение родителей смешительно с дерзкой позиции. Социальные трудности это неуверенность в себе, непринятие себя, отсутствие любви к себе, ну и, собственно, продвижение такой, ну по большому счету такой пассивной компромиссной позиции на социальных партнеров. И вот эти два момента, если они являются причиной вашей зависимости, нужно разбирать и как-то купировать для того, чтобы все-таки вы были более независимы в отношениях, чтобы вы не нуждались так остро в молодом человеке. Он вот вас остро не нуждается, а вы в нем нуждаетесь. И это неравенство. Это неравенство, которое мужчина осознанно или нет использует как манипулирование вами. Он манипулирует вами. И вот чтобы этого не было, нужно как раз таки стать равным ему. Тогда вы посмотрите на отношения и на него совсем по-другому. Но это работа с вами, к сожалению. Вот так можно ответить на ваши вопросы. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!